Почему русские люди так не любят друг друга? Ну, серьезно. Между прочим, это вовсе не шутливый вопрос. Это наша главная беда, как народа, как нации. В действительности никаких других радикальных бед. У нас не существует. Давайте я вам напомню пару слов буквально о том, что мы говорили на предыдущей лекции. Потому что вот благодаря Наташе у нас есть схема. По-моему, в христианстве только отец Александр Минь начал рисовать схему. Мы пытались тут изобразить тот самый принцип, о котором мы говорили в прошлый раз. Давайте я вам его прочту по статьям о любви Соловьева, с вашего разрешения. Это из четвертой статьи. В истине индивидуальное лицо, то есть каждый из нас, есть только луч, живой и действительный, но не раздельный луч одного идеального светила, всей единой сущности. Это идеальное лицо или олицетворенная идея. Есть только индивидуализация всеединства, которая неделимо присутствует в каждой из этих своих индивидуальностей. Когда мы воображаем идеальную форму любимого предмета, то под этой формой нам сообщается сама всеединая сущность. Я думаю, что вы понимаете, что в целом Соловьев, ну, по крайней мере, в этой цитате, повторяет отчасти ту цитату из плотина, которую я приводил вам на первой лекции. И поэтому я позволил себе нарисовать вот такое человеческое солнце. Я не буду сейчас называть его богом. Мы его с вами на прошлой лекции назвали метафизикой. Это самое, наверное, общее понятие. Вот это люди, они представляют собой физику. Они как лучи солнца, исходя из этой цитаты Соловьева. Их индивидуальности, по крайней мере, их эго возникают из этой метафизики. Индивидуальное сознание возникает из сознания единого. Это самая общая мысль философии Паренис, вечной философии, по терминам философов. И одна из самых сложных для постижения ее мыслей. Все время возникает один и тот же вопрос. Если все это так, ну, действительно так, то, понятно, необходимость любви. Поскольку, если мы составляем единое целое, то в высшей степени трудно не любить друг друга. Так откуда же все-таки берется нелюбовь? Вот так как все-таки я обещал заниматься сегодня взаимоотношениями в обществе, то я предлагаю рассмотреть такой вопрос, ну, не знаю, как вас, а меня точно совершенно волнующий. Это взаимоотношения христианства и понятие реинкарнации. Как вы относитесь к реинкарнации, господа? Я надеюсь, все христиане здесь, кто положительно относится, поднимите руки. Один, два. А как христианство относится к реинкарнации, кто мне скажет? Мы к ней не относимся, совершенно точно. Существуют, ну, это, конечно, не две религии, но, по крайней мере, два колоссальных пласта мировоззрения, половина человечества, буддисты и индуисты, в самом широком смысле этого слова, для которых реинкарнация – одно из главных понятий их религии. А христианство тоже было? Ну, да, конечно. Правда, в христианстве, конечно, до такой степени этого не было. В христианстве был Ориген и еще Тертулиан. Да, это первый-второй век до нашей эры, то есть первый-второй век нашей эры, извините. И там действительно речь о реинкарнации заходила. Ну вот, мне интересно, как мы с вами будем относиться при таком радикальном расхождении к людям, буддистам или индуистам? Как к кому? Между прочим, это же, вы, наверное, поймете легко, что это главный вопрос сегодняшнего дня вообще. Ну, какие это люди? Они заблуждающиеся, язычники, ошибающиеся. Или вот они правы и однозначно прав Ориген. Хотя, надо сказать, что главное в учении реинкарнации в христианстве связано с Оригеном. Император Юстиниан вместе со Вторым Вселенским Собором категорически отвергли и его самого, как отца церкви, вместе с его несколькими вскользь обороненными в книге о началах фразами о реинкарнации. Но, тем не менее, это действительно было. Вот исповедь блаженного Августина. Цитирую. «Был ли у меня некий период в жизни, предшествовавший младенчеству? Был ли это тот период, что я провел в лоне матери или какой-то иной? А что было до этой жизни, о Господь, моей радости? Пребывал ли я где-либо и в каком-либо теле? Августин не отвечает на этот вопрос, но, по крайней мере, задается им совершенно точно. Вот из книги о началах Оригена. Цитирую. «Некоторые души, склонные творить зло, попадают в человеческие тела, но затем, прожив отмеренный человеку срок, перемещаются в тела животных, а потом отпускаются до растительного существования. Следуя обратным путем, они возвышаются и вновь обретают царствие небесное. Несомненно, физические тела имеют второстепенное значение. Они совершенствуются лишь по мере того, как меняются мыслящие существа». И вот еще. Ориген, по крайней мере, в книге о началах, отрицал одну из самых, одной из самых главных надежд христианства – воскресение во плоти. «Как можно восстановить мертвые тела, каждая частица коих перешла во множество иных тел? Которому из тел принадлежат эти атомы? Вот так люди погружаются в трясину несюразец и хватаются за благочестивое утверждение о том, что для Бога нет невозможного». Я в данном случае… Ну, вы же слушаете лекции о христианстве. Я в данном случае… Как бы… Ну, там очень много. Ну, в общем, остались воспоминания о том, что Юстиниан был категорическим противником малейших намеков на реинкарнацию, поскольку ну, человек должен был отдать служению эту свою жизнь, да, потому что, если у него его ждут еще жизни, то, в общем, ну, одну из них можно, ладно, фиг с ним, провести с удовольствием. – Простите, теряете смысл, когда четверия последнего суда, если есть реинкарнация? Подождите, подождите. Я… Во-первых, я не утверждаю, что есть реинкарнация или ее нет. Я в данном случае как раз и хочу вот обсудить этот вопрос. Ну, да, в общем, Оригена было сложно со Страшным судом, это точно. Кстати, в общем, не менее сложно было и у Тертулиана, но мы сейчас даже не про Страшный суд, я про то, что, как бы, вам встречается человек, ну, представляющий, твердо убежденный в реинкарнации в прямом смысле. Что вы ему скажете? Что нет, нас ждет Страшный суд и потом те, кто грешил, воскреснут во гробах, то есть, те провалятся в ад, а те, кто не грешил, воскреснут из праха. Да? Ну, как это выглядит вообще? А вот это могло, что родили Ландрея, с Крилосом? Очень будет сложно. Могу, но будет очень сложно. Поскольку, давайте, да, мы будем говорить так, ну, если мы обсуждаем реинкарнацию, то это индуистские представления. Если мы сюда сейчас еще приплетем Андреева, то будет совсем весело. Хотя Андреев, это тоже очень большой вопрос для христианства. Вопрос, например, такой можно поставить, для того, чтобы не очень усложнять этот процесс. Ну, скажем, Даниил Андреев получил в лагере некоторое откровение. Это ложь? И огромное количество людей, которые сегодня очень как бы создают на основе розы мира какую-то свою веру. Это люди просто заблуждаются, а Андреев безумен. Обратите внимание, я как бы, меня интересует не столько сама проблема реинкарнации, сколько проблема как бы того, что, ну, я не знаю, как вы, но любому человеку, думающему, преподающему в аудиториях, всегда приходится сталкиваться с аудиторией буддистской и с аудиторией бесконечного количества сект и философских направлений индуизма. Сегодня особенно. Чем, господа христиане, вас не устраивает реинкарнация? Ну, представители других религий скажут, ну, тогда, значит, страшный суд отменяется, ну и слава Богу, в общем, по большому счету, а кому он нужен, этот самый страшный суд? Я просто думаю, что про страшный суд мы попробуем поговорить на следующей лекции, поскольку там меня будет волновать понятие греха вообще как такового, поскольку там мы будем говорить о плотской любви в следующий раз и стало быть о жизни во грехе. Вот, а сейчас все-таки давайте на реинкарнации сосредоточимся. Нелогично? Ориген считал ее абсолютно логичной. Сейчас я найду. Уже, правда, в своей поздней работе против Цельса он писал, это все цитируют христиане, это известнейшая цитата, он писал так, мы ни в коем случае не допускаем идею метемпсихозы, ну вы знаете, что это реинкарнация, не падение человека через прихождение в тело некоего бессловесного животного. И если иногда мы остерегаемся вкушать мясо, конечно, мы это делаем не по тому мотиву, по которому это делал Пифагор. как бы, ну я уж не говорю о том, что тут некоторый намек, конечно, существует прозрачный, но тем не менее, в конечном итоге ориген отсказался от метемпсихозы как раз в плане реинкарнации человеческой души в животных и растениях. Да, в целом намек на то, что реинкарнация все-таки существует и здесь сохраняется. Ну и в общем не надо забывать, что несмотря на осуждение вселенских соборов, он по сей день считается одним из величайших отцов церкви, как бы там соборы это не решили, поскольку он был одним из первых великих христианских писателей, философов, мыслителей, никуда от этого не денешься. Поразительно, но что касается любви друг к другу, веротерпимости, братской помощи и естественной склонности к ней, то несмотря на крайнюю бедность жизни, именно буддистские народы и народы индуизма, несмотря на все свое язычество, никогда не допустили ничего похожего ни на детский крестовый поход, ни на инквизицию, ни на ночи длинных ножей, варфоломеевские ночи. Ну, секты убийц существовали, но по сравнению с перечисленными мной преступлениями, да и более того, собственно говоря, сам индуизм, это же позднейшие секты, это секты 19 века, в основном, 18 века. Поэтому на деле-то кровожадные религии оказались вовсе не кровожадными, и сами они считают, что это их отношение к людям обусловило и к людям, и к животным обусловило именно идеи реинкарнации. Ну, согласитесь, если вы искренне верите, что в этом животном, в этом цветке может поселиться человеческая душа, вам как-то будет труднее все равно срывать этот цветок, мучить это животное. Я уже не говорю о том, что если вы убьете, то в точно такой же ситуации вы окажетесь вместо страшного суда, который неизвестно когда будет. Ну, неизвестно. Ведь первые христиане верили, что это дело даже не столетий, в общем, что страшный суд и второе явление Христа случится вскоре после его воскресения, поэтому как бы люди неверующие сейчас вам ясно скажут про идею страшного суда, в общем, достаточно просто. Ну, там типа и ждите своего страшного суда. А вот идея реинкарнации на поверку оказалась гораздо более убедительным примером, по крайней мере, относительно гуманизма и любви к жизни вообще. Кто об этом писал, так это Альберт Швейцер в Ломбарине в письмах из Ломбарина много писал об этом, о том, что представления о метемпсихозе оказались на поверку залогом доброго отношения друг к другу. Потому что если ты убьешь в этой жизни, тебя убьют в следующей. Ты пройдешь через те же ошибки, которые ты допустил. Таков круговорот. я не усложняю вам жизнь. Я говорю о том, что ведь на самом деле современная жизнь, она состоит вся. Примерно из таких проблем. кто-то является поклонником Роза Мира. Кто-то страстный сексолог по Фрейду. Кто-то буддист вдруг. Кто-то еще буддист, который при этом употребляет наркотики, считая, что это лучший способ медитации. В общем, мы столкнулись с невероятной поливалентностью религии и взглядов. Правда? Что делает при этом каждый? Отрицает другого. Но мы же сегодня не можем собрать Вселенский собор и отменить у всех жителей нашей страны ну, например, веру в реинкарнацию. Что нам остается делать? Запретить все разговоры? Ну, видите, поговорю я об этом, а неизвестно это грех будет или нет. Символ веры надо сказать ни слова про реинкарнацию. Ни в плохом, ни в хорошем смысле. я а что, понимаете, вот не запрещено, то, может быть, разрешено. Кто знает. Приходится спрашивать об этом у Бога, вот интересно, что он отвечает по этому поводу. Опять, видите, какая штука. в конечном итоге, в конечном итоге, я не знаю, я не очень, если честно, в этом разбираюсь, но символ веры это на самом деле договор. Ну, это некоторый договор, о том, что вы как минимум разделяете вот такую, такую, такую систему убежден. Договор в данном случае не с Богом, конечно, не Боже меня упаси, с церковью. Поэтому, в общем, к вопросам, которые остаются за пределами договора, он имеет, как любой договор, очень малое отношение. Почему я рисую этот рисунок? Вы понимаете, какая штука? Конечно, ну, разумеется, я не знаю, или знаю, как и вы, да, о воздушных страстях, ну, конечно, я не могу сказать, что происходит с душой за пределами земной жизни. Но, тем не менее, вот, какие-то вещи мы с вами в действительности, исходя из любых позиций, научных, христианских, оригеновских, изучить все-таки можем. И выход-то, на мой взгляд, всегда заключается в том, что мы начинаем, об этом я, собственно, пытаюсь сказать, и выход этот, на мой взгляд, как раз и будет христианским, потому что, ну, примерно так, как мне помнится, к этому относился отец Александр. Суть заключается в том, что существует понятие об общественной любви. помните, как мы говорили, какой главный путь к метафизике или главный путь к Богу в мистическом восточном христианстве? кто у нас главный мистик восточного христианства? Псевдодионисия Ареопагита, я имею в виду, автора Ареопагитик загадочного, который не был учеником апостола Павла Дионисия. Так вот, он первый постулировал о том, что главное в православном богословии это апофатический путь. То есть, путь отбрасывания того, что не есть Бог, и того, что не есть божественное. Если мы все-таки христиане, мы говорим о том, что Бог есть любовь, то это значит, что, вообще говоря, единственный путь диалога, он заключается в отбрасывании чего? Наверное, того, что не есть любовь. Правда? А что в диалоге, в простом человеческом разговоре не есть любовь? Это можно, мы это с разных сторон с вами сегодня посмотрим, но мне хотелось сказать, что в первую и в главную очередь это сама по себе направленность взгляда. Мы либо ищем различий между нами, и для того, чтобы найти различия, вот я христианин, ты буддист, это индуист, это черненький, это беленький, это еврей и так далее и тому подобное. Нужна мысленная операция. В ходе этой мысленной операции мы выделяем различия и стараемся забывать о сходстве. Это та мысленная операция, которую мы всей страной по-моему, сегодня проделываем по той простой причине, что социализм был учением коллективным, и мы сейчас пытаемся обрести некоторое эго, некоторую индивидуальность. Для этого мы накапливаем какие-то знания, и знания эти нам нужны для того, чтобы показать свое отличие от других. Лучшую, конечно, сторону. ну, например, как бы мы принимаем христианский катехизис, православный, если этот катехизис кто-то не принимает, он дурак, мы выше, они ниже, мы на коне, они язычники, например. То есть, здесь тоже требуются некоторые усилия, я же понимаю, что мы все люди, у нас по две руки, по две ноги, да, и более того, мы любим, едим, занимаемся сексом, мечтаем, в общем, очень похоже. Для того, чтобы засадить еврея или славянина в газовую камеру, нужно лишить его этого сходства, да, я, конечно, крайний случай беру, нелюбви. нужно мыслить о различии, забыв о сходстве. То же самое я хочу сказать в отношении взаимоотношений христианства и, ну, например, идеи реинкарнации. Все зависит от того, чего мы ищем, различия или сходства. Если мы готовы признать вот это, что нет больше ни Элина, ни Иудея, вот те самые слова Соловьева про индивидуальность, которая луч всеединого солнца, то это означает, что все наши идеи, которые кажутся на первый взгляд абсолютно не совпадающими, на самом деле имеют очень много общего, поскольку мы не верим с вами в реинкарнацию, но на самом деле мы абсолютно убеждены в существовании некоторых ее элементов. Ну, например, спаситель воскресил Лазаря, как известно. Что нужно сделать для того, чтобы воскресить Лазаря? Вернуть душу, ну, там еще, наверное, он уже, помните, Христос не торопился, он уже больше двух недель ждал, чтобы пойти воскрешать Лазаря. Что значит вернуть душу? Мертвое тело не может иметь веры в Бога, а Христос тем более. И тем не менее, понимаете, как бы, ну, в моем представлении, даже пусть, как хотите к этому относитесь, можете мифологически к этому относиться, и тем не менее, это некоторая операция. Да, тело умерло, прошло несколько недель, душа, если она существует, от тела отделилась, правда? Это означает, первое, мы не знаем, где, но где-то в этом, в том, что Франк называл непознанным, в этом тайном какое-то время неизвестное нам сохраняется целостный отпечаток человеческой души, да? Я вот пытался вспомнить сегодня, по-моему, Тертуля в стратемах называл эту операцию, которую произведен Христос, которую произвел Христос, припоминание. Меня когда-то это потрясло, потому что в определенном смысле вернуть душу, значит вспомнить ее целиком, со всеми ее подробностями, низменностями, возмышленностями, грехами, мечтами, и, в общем, со всей той бесконечностью, которую представляет собой человек. мы с вами знаем или, по крайней мере, верим, что через иконы и не только через иконы, да, при посещении святых мест мы с вами можем общаться с душами святых, слышать их, испытывать их поддержку, получать от них благодать. Можно ли утверждать, что по желанию душа святого, например, святого, ну, скажем, Сергия Радонежского, не может, если она захочет, обрести душу на земле. Ну, так как они находятся у престола Божьего, то, в общем, так уж совсем это исключить мы не можем. Кроме того, существуют, ну, я психиатр, вы знаете, существуют странные феномены. Ну, например, спиритизм. Конечно, Дмитрий Иванович Менделеев, написав крупное исследование по спиритизму, пришел к выводу, что это все обман. Ну, вот, профессор Бакулев, исследуя случаи спиритизма, считал, что вовсе нет. Оба считали себя христианами, разумеется. Я сейчас не говорю о религии спиритизма, о Балане Кардеке и о всей прочей такой тусовке, но я, на самом деле, грешен, потому что я знаю, что знаю некоторое количество христиан, которые до сих пор вертят тарелочки, и, в общем, я не жег их каленым железом. Я, честно скажу, я в этом не участвовал, но их не жег каленым железом. А что такое спиритизм? Ну, в общем, это некоторая убежденность, некоторая физическая информация о воплощении душ временном. В чем проблема такого рода вопросов? Ну, вообще, я в свое время очень много читал о спиритизме, мне и до сих пор интересно. Однако, есть такой круг феноменов, которые все предпочитают не вспоминать. Ну, вообще, там в начале 20-го века число спиритов партийных, то есть убежденных, насчитывало 15 миллионов. Страшное дело, пол Европы и пол России, все были спиритами. Эпидемия была целая. Ну, мы считаем, что-то странное, так, мы не будем это обсуждать. Там была одна поразительная деталь, между прочим, потому что очень многие, я не буду сейчас, потому что я же не про спиритизм, честное слово, но, поверьте мне на слово, конечно, 90% опытов спиритических, оно было посвящено гаданию, то есть, возможного рода предсказаниям, духи должны были что-нибудь предсказывать. И в 99% этих опытов, то есть, меньше, чем по статистическому ожиданию, духи врали. То есть, все то, что они предсказывали и говорили исторически, или как-то иначе не подтверждалось. Но совершенно поразительным образом в спиритических экспериментах, в частности, об этом знаете, кто очень много писал? Конан Дойль. Конан Дойль был убежденным спиритом, написал большую книгу, страшно интересную о спиритизме, она есть на русском языке, если кому-то интересно. Вот. Так вот, Конан Дойль с удивлением писал о том, что просто поразительно, насколько в экспериментах, в проверках внешние данные человека, который являлся медиумом, подробности биографии личной жизни, всякие разные личные секреты самого духа с удивительной достоверностью подтверждались. А вот все то, что он говорил о своем времени, о себе, все его предсказания, с такой же почти стопроцентной закономерностью оказывались ложью. Что происходит-то? Почему так может быть? реинкарнация? Хотя, ну да, вот как бы такая реинкарнация, между прочим, там тоже все очень сложно, потому что, что касается достоверно описанных случаев реинкарнации, ну таких документированных, подтвержденных, то их всего за всю историю наблюдения и семь или восемь. Я не имею в виду Далай-ламу, потому что это скорее такая ритуальная реинкарнация. Ну, я так глубоко туда тоже ходить не хочу. Что происходит? Во что мы в результате верим и во что нет? Верим же мы в воскресение Лазаря, да? Или нет? Нельзя сказать, что происходит. Какие претензии у нас с вами к реинкарнации? Ну вот отмена страшного суда. Что еще? Нет, нет, нет. Это прерывание цепи сансоры. Ну и потом это не совсем не бытие. Там тоже существуют те же самые вопросы. То есть, в общем, там ясно обозначено учение о том, что именно в силу существования реинкарнации, что если бодхисаттва хочет этого, то он возвращается, воплощается в тело и возвращается из этого самого небытия. Поэтому оно оказывается на самом деле вовсе не небытием. Если рассматривать, это просто как вам сказать, это вот вот они там небытие, они верят в мертвое. Это опять же некоторое презрение по отношению к буддизму. Такое, знаете, на самом деле все, конечно, намного порядков сложнее. И буддизм как, в отличие от христианства, буддизм как психологическая практика, колоссальная, проработан в таких деталях, что диалог-то там надо учиться вести. И в действительности приходилось, потому что работы по христианству и буддизму в Калмыкии, в общем, во всех буддийских российских регионах велись и знаменитая прекрасная работа Кожевникова «Христианство и буддизм». В общем, это такой вопрос непростой очень. Я сейчас не про это, опять же. Я всего-навсего про то, о том, что не превосходит наших, как бы, мы же с вами все-таки не чудесами занимаемся, не превосходит обычных чисто бытовых представлений. Ну, что нас раздражает в реинкарнации? Ну, я не знаю, как вас, то, как бы, вот, тот же самый Кожевников, раз я его вспомнил, он писал о том, что очень раздражает буквализм. Да, ну, реинкарнация – это вот, и родишься Бообабом, и будешь Бообабом тысячу лет, пока помрешь. Кто помнит Высоцкого, понимаете, какая штука. Однако, буквализм-то зачем нужен? Для убедительности, правда? Не для правдивости, для убедительности. Для убедительности, потому что, ну, вам-то вот сложно объяснить такую простую схему, понимаете, которая здесь лежит, а человек попроще, который не посещает православный университет. Реинкарнация – уж больно такая первобытно конкретная вещь, и вот как раз к ней имеет непосредственное отношение представление как раз Оригена, только не о началах, а против Цельса, где он реинкарнацию вроде как опровергает. Он там говорит, да, я вам читал, про то, что, ну, как же так? А как же учение Демокрита об атомах? Атомы же перемешиваются все время. Атомы вступают в круговорот веществ в природе, поэтому, как же так-то может быть? «А если кого сожгли случайно на костре, он праведник был, что будет с атомами?» выпрошал Ориген. Если продолжать вот эту, я ее для себя Соловьевской называю, хотя она проще, схема, то можно вспомнить, пора, наверное, пора уже вспомнить Юнга, Карл, основателя аналитической психологии. А карандашика ни у кого нету? Не могу портить Наташину схему. Она, сколько на чей-то это рисовала? Просто карандаш, чтобы его можно было стереть. Ага, спасибо, я постараюсь не поломать. Я, на самом деле, условно, я хочу сказать вот что. Вот это то, что мы с вами сейчас пытаемся всячески как-то сформировать. Вот эту душу, которая имеет форму тела. Юнг называл эго следом за эго, то есть я. Но еще он говорил вот на этой схеме, я, конечно, упрощаю и утрирую, он говорил вот об этой зоне, вот об этом коридорчике между единым и индивидуальным сознанием. Ну, вот тут они у нас трубочками, макушками приросли, пуповиной такой, короткой. Вот эту пуповину он называл самостью. и доказывал, что человек состоит из двух половин. Более или менее рационального эго, которое как-то способно себя оценить, и как бы вот этой вот пуповиной, которая в срезе представляет собой мандалу, картинку гармоничной мандалы, как правило, восьмиугольной. у него, это в сновидениях по анализу. Человек не в состоянии осознать непознанного. Однако он всегда чувствует, и это одно из главных наших психологических чувств. что он представляет собой нечто большее, чем то, чем является в реальной жизни. Кому незнакомо это чувство, поднимите руки. Это часть того, о чем я рассказывал в прошлый раз, называя метафизической потребностью. Помните по расстрелянному иеромонаху Гурию? мы всегда чуть большее, правда? Женщина не хочет себя чувствовать только сексуальным партнером мужчины или только женой. Мужчина не хочет себя чувствовать всего лишь, не знаю, бомжом или слесарем, сантехником. Я, конечно, врач, но это настолько богатое понятие, как вы понимаете, происходящее от слова врач, что, видите, пытаюсь рассуждать о вещах далеких от медицины. хотя, если брать Юнга, то и не так далеких, он тоже был врач. он говорил о том, что в нашем актуальном сознании, даже не в бессознательном, а в сознании постоянно присутствуют символы, которые есть символы этой самой самости, этого ощущения того, что мы гораздо больше, чем то, чем являемся в реальной жизни. И дело тут не в геометрии Мандал, это уже конкретные особенности аналитической психологии. Я хочу сказать, что, ну, в общем, поздний Юнг практически прямо и говорил, что он убежден, что когда человек, если человек смог добиться отождествления своего эго самостью, его душа будет жить вечно. Человек, из эго, ставший самостью у Юнга, собственно говоря, святой, который распоряжается до жизни своей души за границей смерти тела так, как он считает нужно. на самом деле это высокоумные слова, но если вы задумаетесь, вы поймете, что мы в сущности верим-то в вещи чрезвычайно похожие. Разве нет? Ну, мы же верим святых, верим, что они могут к нам сходить, правда? Но более того, я во всяком случае твердо убежден в том, что мы можем действительно разговаривать с душами наших близких, особенно если они были, обратите внимание, мы говорим сильными или цельными людьми. Даже если они 34 раза были атеистами, в общем, такая возможность у человека существует. еще существует один модный нынче феномен, мы подробнее будем говорить через одну лекцию, феномен этот называется так называемый регрессивный гипноз. Кто-нибудь слышал об этом? Что такое регрессивный гипноз? Это когда на самом деле ничего такого суперсложного в этом нет, это когда человек в состоянии легкого надо сказать гипноза без всяких особо тяжелых погружений отправляется с помощью упражнения воображения к своим предыдущим рождениям или в прошлое своей страны. Весь вопрос агрессивного гипноза, например, все тот же. А так ли сильно он отличается от воображения вообще? Ведь никакой гипноз, никакой гипнотизер и никакие упражнения не могут дать объективной информации о том, что вы видели именно свою предыдущую жизнь. Или что ваше видение в этом состоянии было объективным. как писал Ориген молекулы-то смешиваются. Стало быть каждый из нас верит в некую такую небуквальную реинкарнацию. Мы верим в загробную жизнь души и верим в то, что части или молекулы этих душ могут проявляться и смешиваться, проявляясь в жизни отдельного человека. Я на прошлом занятии цитировал Алана Уотца, залез в его биографию, почувствовал себя его реинкарнацией, потому что по образованию он был врач, стал заниматься философией, 20 лет вел радиопередачу, кто меня знает, тот посмеется, да, и читал лекции платные по всем штатам, да, да, и мне стало, ну, потому что я там пару книжек очень люблю, а биографии совсем не знал. Я в Википедии открыл, думаю, о, блин, ну, ощущаю я себя реинкарнацией Уотца? Нет, конечно, конечно, нет, но, наверное, в моем интересе к нему и схожести наших рисунков жизни какой-то закон есть, и как только начинаешь рассуждать, просто рассуждать, обратите внимание, я ничего такого криминального вовсе не сказал. Я говорю лишь о том, что по всей видимости души, которые смогли достигнуть очищения или самости по-юнгу, вполне возможно способны сохранять ощущение цельного эго, об этом же ведь, правда, говорил Христос-то. А все остальные низвергнутся в ад, в гиену огненную. Что такое ад-то? Фредди Меркури говорил, ну, это же ему свойственно, понятное дело, но тем не менее, он говорил через один концерт, что я скоро умру и железно окажусь в аду, слава Богу, потому что более страшного места, чем рай, даже представить себе нельзя, а все самые интересные люди, они в аду, есть хоть с кем пообщаться. Вот. Что такое можно на этой схеме сказать, что такое ад, а что такое рай? Ну, я условно говорю, конечно, на уровне, я говорю на уровне психическом. Да, это очень просто, в строгом смысле этого слова, ад, страдания, и в буддизме, и в христианстве, порождает расчленение. возникает из некоторого единства множественность. Возникает боль и страдание. Боль – это страдание от деления, выпадения из единства. Сердце выпадает из единства органов тела, начинает болеть. Люцифер осознает себя отдельным от Бога. Немедленно падает в мир страдания материальных объектов. пробивает там дыру, создает ад. Данте все помнят. Ад создает отделение. А почему, зачем тогда нужно отделение? Зачем оно понадобилось Богу, если он отец, если он любящий отец? или почему рай скучен? А? Что сказала? Стирает индивидуальность. Зачем нужно разделение, если оно порождает страдания? А потому что не угодно человеку быть однажды не умеет еще. Он создает индивидуальность, он не просто говорит, вот у меня 100, а там 200, а там все динарные. Я всегда вспоминаю еще того же Демокрита и закон взаимного тяготения. Потому что если вы задумаетесь, вы поймете. На самом деле без разделения не может быть любви. Ну, я могу, конечно, петь хвалу самому себе какое-то время. Сидеть и петь себе хвалу. Но, в общем, через некоторое время меня загрызут сомнения. Достаточно ли этого? Мне нужно поймать кого-то со стороны, чтобы он пел мне хвалу. Причем, чем больше этот человек по каким-то причинам ко мне раньше относительно относился отрицательно, тем выше я буду ценить вот эту самую хвалу, которую он мне будет петь. Зачем нужны индивидуальности и ад, который они порождают? отрицательно не рождал бога. не рождал свободу. И от модели бога человек сам обрекает себя на стадии. но понимаете, какая штука? Бог, я всегда про одно главное, бог он где? Во времени он где? Это же принципиально важный для религии вопрос, в том числе и страшного суда Я даже не пытаюсь трактовать сущность Бога по той простой причине, что это не познанно. Но зато мы можем, мы же смотрим вот отсюда, из дифференцированных отдельных тел. Правда? Где Бог во времени относительно нас? Позади? Здесь, сейчас? Или впереди? А? Ну, ответ-то очевиден, везде. Мы этого все время в высшей степени недопонимаем. Потому что это на самом деле и есть то самое неприходящее настоящее, в котором призывают жить некоторые религии, психотерапевты. Это, а не некоторые лови моменты. Может быть, кто-нибудь помнит у Хармса. И раз Бог везде и позади, и впереди, то, конечно же, Он не мог сотворить ад. И, наверное, сотворил человека и множественность вообще для чего-то. Можете дать определение Бога? Ты пожалуйста. Это не страшно. А я? Нет, я не могу. Мог бы... Вы бы на меня молились тогда, что вы. Вот. Как бы я хочу сказать следующую вещь. Определение Богу дать нельзя. А что можно дать Богу? Мы об этом с вами в прошлый раз говорили. Сейчас, где-то у меня вечно есть цитаты. Что можно дать Богу? Что дает Богу любая религия? Имена. Имя можно дать Богу, а определение нельзя. А имя можно. Что такое имя Бога? Начиная от тетра грамматона. Это единственный способ некоторого приближения к Богу. превращения страха перед непознанным вот этим бесконечным, непредсказуемым, неуправляемым, неопределимым в любовь. Потому что сущность, которая имеет имя, можно любить. И блаженный Августин определял Божьи имена как систему символов, опор для приближения человека к ощущению Бога. в чем состоит главная ошибка Пега. Если человек этого единства боится, то он все время пытается усиливать физику, свое собственное эго. А для усиления этой физики что нужно? Некоторая рациональная система жестких самоопределений. Для этого нужно искать различия, отделять себя от других, выделять себя из массы людей. Мы это обычно и называем поиском себя. и очень любим говорить там, я не знаю, я физик, а все остальное чушь. Я прагматик, а все остальное ерунда. Я там православный. Мы задаем тем самым себе границы различий. И чем сильнее культура, ну, например, для удержания крепостных нагнетала страх вместо любви, тем сильнее это чувство необходимости отделения ради сохранения себя, а не наоборот некоторого слияния, некоторого поиска сходства. Я не знаю, я, наверное, сильно ушел в сторону от реинкарнации, но хотел-то я сказать всего-навсего следующая вещь. Мы верим во что-то похожее, просто не настолько буквально, но и буквализм индуистской реинкарнации это не философский буквализм, это народная вера. На самом деле в индуизме все тоже гораздо сложнее. Вера в то, что человек становится бамбуком на протяжении тысячелетий была воспитательным актом. Философское колесо санцеры, ну то есть разработанное богословское куда сложнее, чем вот эта самая народная воспитательная вера. мы можем не называть это реинкарнацией, мы называем это другими именами, поскольку собственно вот этой непосредственной реинкарнации, превращение души там, да, за грехи в дерево, собаку и так далее и тому подобное не происходит. Но по всей видимости собаки за счет своих эмпатических свойств улавливают частички человеческих душ, становятся похожими на хозяев. Правда? Я имею в виду, что эти самые частички человеческих душ, воспоминания, их обрывки, как и души, которые смогли пройти через игольное ушко здесь сохранить себя цельными по всей видимости существуют. Кто знает, может быть, они ждут страшного суда. если они христиане в нашей традиции, что-то я давно не видел трепещущих грешников. Да. Как бы чаще встречаются трепещущие православные, мне кажется. Ей-богу. А что касается реинкарнации, то смотрите, да, слова на горной проповеди, да, о том, что никогда не делает другому того, что не желаешь себе, так называемое золотое правило нравственности, которое тысячами способов разных выражалось в культуре. Ведь действительно простейшим образом воспитывается через понятие реинкарнации. Правда? Стало быть, не так, я не говорю, что мы не отличаемся, я говорю о том, что на самом деле не так глобально далеки мы друг от друга, как это кажется. Стоит только задумываться, стоит только начать отбрасывать различия, которые, как правило, лежат на уровне буквальном, сугубо материальном, вот этом самом уровне максимальной дифференциации. Стоит начать задумываться о сходствах, как этот индус в челме вовсе не кажется таким уж страшным и чужим. И это есть тот самый, что внизу, то и наверху, тот самый апофатический принцип, имеющий отношение к мировоззрению человеческому. на что мы смотрим, когда общаемся, слушаем лекцию. Вот если вы внимательно к себе прислушаетесь, особенно в тех областях, где вы считаете, что знаете этот материал хорошо, то вы почувствуете, что вы слушаете с точки зрения ошибок говорящего, с точки зрения того, в чем он неправ или в чем вы с ним не согласны. И это, между прочим, принцип нашего отношения друг к другу. конечно, можно определить все это через понятие гордыни, на самом деле это вовсе не гордыня. Это попытка утвердить ту самую потерянную индивидуальность, которая, как выясняется, нужна для любви. Потому что если она нужна не для любви, вот тогда-то люди друг другу устраивают ад. Вот что ведь интересно. Можно ответить на вопрос по поводу того, что такое Бог. Смотрите, что получается. Смотрите, чем дальше мы от некоторого чувства единства и ближе к процессу дифференциации, разделения на части. Чем более точные мы определения даем, чем более детальные и проработанные, тем дальше мы от этого единства. Что будет верным определением-то, самым верным? Поэма. Миф, сказка, чудесная история, притча. Нет, по-моему, не тертулиан, но это немножко... Они же пытались разделять. На самом деле, важно, что нужно было предвидеть, как и каким-то образом нести. Единство, надо недавно дать маху. Десять точек, десять точек, десять точек. И все это выяснилось. Из этого случаются страшные вещи. Люди спорили, ссорились, жалились и взяли. Ели все, это даже страшно. Из этого ничего в итоге особо и не вышло. Потому что действия продолжали в 2005, и они играли в развитии Минонадо. И ссорились еще больше и больше. Вошла вторая волна действия, которая заплатила, как было бы, по 60-го века. Все равно, на самом деле, все равно, люди, которые хотели бы не делать. Не так, как люди. В чем суть? Данте писал, да? О любви, которая движет солнце и светило. Он что имел в виду? Что это за любовь такая? Почему она движет солнцем и светило? Вот ведь загадка. Из кого Бог создавал мир? Только не подойти со стульев. С чего Бог мир-то создавал? Различий. Из себя. А больше ничего не было. Кроме этого непознанного. И это что означает? Ну, что Бог – это я, это само собой. Об этом, собственно, и все христианство в целом. Именно это и есть благая весть. А именно, собственно говоря, для меня понимание этой мысли и есть воскрешение. На самом деле. Блудит, блудный сын блудит, да? Потом вспоминает. Что он вспоминает? Ну, вот именно это он вспоминает. Дом отца своего он вспоминает. Что он часть отца, а что у него на самом деле есть поддержка. Бог делит себя. Во всяком случае, какой-то аспект. Тогда получается, что он разделяет себя на субъект и объект? Конечно. А иначе невозможно создать, иначе субъект не может создать объект. Конечно. Это, на самом деле, первая и, наверное, главная мысль Кабалы иудейской. И в сущности своей, как он иначе может, например, создать сына. Он выделяет из себя некоторый объект, правда? И первородным объектом, конечно же, является Люцифер, как мы знаем по преданию. В этом же нет сомнений. И, конечно же, да, Христос искупает не только грех Адама, но и грех Люцифера тоже. И в этом смысле он тоже приносит себя в жертву. Потому что вот тело мое и вот кровь моя. Я внутри вас. Примите мою часть. Поймите, что вы моя часть. Вот ведь главный элемент Евхаристии, разве нет? Иначе как же можно есть Бога? Акт поедания – это самый древний акт присвоения и защиты. Между прочим, Юпитер, который поедал своих детей. Тем самым их спасал. Потому что, когда они оказываются внутри Бога, их уже оттуда крайне сложно извлечь, я вам скажу. Мы проглатываем просфору. И это означает, что мы принимаем Бога внутрь, ощущаем Бога внутри себя, храним Его, вспоминаем о том, что мы Его часть. А как иначе? Он отдает нам свою часть и тем самым нас создает. Если мы этого на Евхаристии не чувствуем, то за что такое, простите, Евхаристия? Она что, хлебушка покушает? Почему я сейчас об этом? Потому что, во-первых, в общем, мне кажется, никто в этом не сомневается. Просто это на таком светском языке очень редко обсуждается, но в сущности обсуждается, конечно. Зачем иначе Сыну Бога приносить себя в жертву? Ну, он создает новый мир и новых нас. Каких? Любящих, не боящихся Бога. Любящих. Тот же Блаженный Августин все знают. Люби и делай, что пожелаешь. Почему? Потому что, если ты любишь, ты чувствуешь ту самую сегизию Соловьева или партиципацию. Ты чувствуешь присутствие человека в себе и себя в человеке. Бога в себе и себя в Боге. Загадочным образом мы с вами верим, и я думаю, что это наша такая интуитивная, не основанная, в общем-то, ни на каких мифах. Точнее, может быть, и основанная, но мы их не знаем, не осознаем. Такая интуитивная вера в то, что наши умершие родители где-то живы, где-то иногда мы чувствуем их и можем с ними говорить. Это ровно то самое ощущение. Иконы Богоматери на войне, они ровно об этом же. Это общая мать, в которую я могу почувствовать как свою собственную. Как только хотя бы это допускаешь, начинаешь что-то понимать. Что такое, что значит слова апостола Павла про страх? Страшно впасть в руки Бога Живого. Что ж я про любовь, а он страшно впасть в руки Бога Живого. Что такое впадение в руки Бога Живого? Ну, это просто жизнь. Жизнь. Страшно жить, говорит апостол Павел. Поскольку пока мы живем, мы в руках Бога Живого. Это божественная любовь и ощущение вот этого большего в себе вызывает страх только до тех пор, пока человек избегает этих ощущений, не хочет думать о них. Как только начинаешь думать, страх превращается в благоговение, в священный трепет. А это уже не страх. Это форма любви. То есть, если мы доверяем, то мы можем в газовую камеру спокойно войти и свериться таким, что камера происходит? Да. Как Яна Шкорчук. Как Христос? Чтобственно, почему? А почему Яна Шкорчук? Как Христос? Ну, понятно. И там есть некоторый момент, боюсь, за случайную недословную цитату, не обижайтесь. Помните, там есть момент, когда он говорит, вверяю себя. Свершилось. Это новое рождение, потому что это абсолютно иное качество бытия. Существует целый ряд древних христианских хирисей, которые считали, что... Собственно, именно гностических хирисей, которые считали, что, собственно, этот момент и есть главный. Все остальные события символические. Я в данном случае вовсе не хочу отвратить вас от веры. Просто я все время говорю, что чем больше мы хотим исторической буквальности и доказательств бытия Бога, тем дольше мы впадаем в тот же буквализм, который нам не нравится в реинкарнации. Потому что самым подлинным описанием бытия Бога не может быть рассудочное определение, но может быть миф, сказка, поэма. Поэтому, когда меня спрашивают, верите ли вы в историчность Иисуса, я всегда отвечаю, для меня это не имеет никакого значения вообще. По одной простой причине, даже если это случилось исторически, это на самом деле произошло вне времени, правда? Вне времени может случиться только миф. Поскольку миф, сказка, притча описывает истину. А где в истории человечества написана хоть одна истина, более или менее известная вам? Ну, хоть одна. Это тот самый прах, и в прах вернется. И пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Помните? Я не против тех людей, которые ищут или требуют исторических доказательств, изучают их. Я лишь говорю о том, что если этот вопрос задают мне, я отвечаю, не имеет никакого значения. Вообще. Для веры никакого. Явился ли Моисею Бог в огненном кусте? Моисей был? Был ли Моисей, и кем он был? Понятия не имею, но история прекрасна. Я просто напомню то, о чем совсем забыли. Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит геене огненной. Что такое рака? Не совсем. На самом деле, ближе всего это к понятию «услуга». Это не пустой человек. Это человек, находящийся в услужении, раб. Я просто хочу сказать, до какой степени все сегодня выглядит наоборот. У нас люди даже деньги зарабатывают большие не для того, чтобы что-то на них там, я не знаю, купить, построить, сделать. А для того, чтобы сказать человеку, ты мой раб, все, все, я тебя купил. Теперь я имею полное право тобой командовать. Без понимания вот этого, на самом деле, это невозможно понять. Ну, просто не может один палец осуждать другой, и не может один орган быть рабом у другого. Понимаете, какая штука. Здесь есть один принцип, о котором мы будем говорить много в следующий раз. Это принцип, еще один принцип любви. Еще один принцип, о котором я могу говорить вообще только благодаря существованию Нового Завета. Итак, для любви нужна отдельность, индивидуальность. А что еще нужно для любви? Зачем? Зачем нужно было, зачем случился апокастасис? Зачем Бог умолился и стал человеком? Я уже не говорю о том, что как можно это представить. А что такое любовь к человеку? Ну и люби себе его, человека. Что мешает большому любить маленького? Идешь по улице, большая тетя страшно любит маленькую собачку. Ну ничего. Любовь, видимо, не отделима от понятия жертвы. От чего? От понятия жертвы. Для меня поэтому так все сложно с жертвой Бога, потому что жертва – это собственно творение. Жертва – творение, сотворение, расчленение. Это, по сути, один и тот же процесс. Он говорит, мифы ходили. – Расчленение самого себя? Конечно. Естественно. Естественно. Ну так это же и есть творение мира. А творение индивидуальности необходимо для того, чтобы… Как мы выяснили, без него не может быть многого, в частности, любви. То есть, трудно назвать… Нет, опять, я ни в коем случае не против слова «жертва», тем более по отношению к кресту. Я имею в виду, что у слова «жертва» есть определенный смысловой оттенок. На самом деле Бог жертвует собой ради себя же, правда? Иначе ему некого любить, и его никто не любит, кроме него самого. Бог тем самым создает любовь. Я хочу сказать-то про другое. Какой в этом есть еще один аспект? Почему? В этом есть аспект равенства. Не может быть любви без равенства. Это не любовь. Любить друг друга могут только начала, способные друг друга постичь сходные, обнаруживающие сходства, как мы только что говорили. Это тоже любовь. Конечно. 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 Но любовь к родителям, несомненно, подразумевает больше равенства с детства и до старости, чем нам хотелось бы. И только тогда она является любовью. Это просто то, к чему мы не присматриваемся, правда? Потому что если я вступаю, точнее говоря, в отношение любви со своей подчиненной, то я автоматически теряю некоторую систему авторитетов, правда, там, социальных, мудростей, неважно. Между Богом и человеком нет подчиненности. Мы становимся равными. Я об этом и говорю. О том, что между Богом и человеком нет подчиненности, а есть любовь. Есть свобода, а любовь возникает. У отца безусловная любовь, а у человека она осознается. Я кем-чем-то вам посмел противоречить? Нет, 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 нет. Я хочу просто обратить ваше внимание на аспект равенства. Любить можно начало ну хотя бы в чем-то равное себе. Как ее звали? Не помню. Валя ушла, а я не помню. Это греческий миф о, как всегда, земной любви Зевса. Когда Зевс нисходил к дочери одного из земных королей. Ну, в образе, разумеется, прекрасного юноши. И тогда Гера, которая страшная же была ревнивица, это дело известное, она решила извести девушку. И сделала она это совершенно иезуитским способом. Что, опять же, вообще все греческие мифы, они свидетельствуют о равенстве богов и людей. Потому что, что придумала Гера? Она сказала, приняла вид служанки и на рынке сказала служанке этой принцессы. Она сказала ей, что ты знаешь, что вот Зевс-то не любит твою хозяйку. Потому что, ну, подумаешь, он ей является под видом простого мужика. А вот Гера-то видит его во всей славе и всем величии. Ну, и девица стала приставать к Зевсу и говорить, брошь у тебя молд, гада, да, явись ко мне во всей славе и величии. И все, вот. Ну, и, в общем, ну, Зевс же он тоже был простой мужик. Он не выдержал однажды, явился во всем славе и величии. И она, естественно, тут же сгорела дотла, потому что не может взгляд человеческий этого видеть. Это же не взгляд богов. Там, по-моему, сначала ослепла, потом сгорела. Ну, Зевс, конечно, тот еще дурень был, понятное дело. Ну, в общем, неважно. Тут история сложная, но главное-то самое заключается в следующем. Нельзя любить бога в его грозном величии. От этого сходишь с ума, от страха сгорает мозг при попытке постичь или дать определение божественному. Отсюда я пока стащусь. Бога любить нельзя, Христа можно. Простите, я и отец одно. Если мы сейчас с вами все споры будем вспоминать, но с победой над Ирианской, ересью, в общем, считаем, что одновременно и бог, и человек. Ну, я сейчас, ну, правда, но мы не успеем, конечно, разобрать всю систему ересей. Я сейчас только про одно. Ереси основаны, понимаете, опять все эти споры, основаны все на том же буквализме. Вот был человек из плоти и крови, одновременно он был бог. И как такое возможно? И как это совместить? Между прочим, самой вот для меня прекрасной ересью была ересь о том, что их было двое. Да. Чья это ересь-то, Господи, дай вспомнить. Сейчас. Доклетиане, не Доклетиане. А Доклетиане, по-моему. Короче говоря, суть-то заключалась в том, что родился-то Христос в Вифлееме. А дальше везде сказано, что он из Назарета. Вот там есть загадка такая. Это одна из загадок. И поэтому, вот опять же, для буквалистского толкования. И поэтому существует, по крайней мере, три апокрифа, где описаны встречи, что приходит в дом к Марии в Вифлеем, ой, к Марии в Назарет, светящийся человек из Вифлеема и говорит, где мой брат. Они обнимаются и становятся об ним. И такие же в апокрифах предания существуют, естественно. И Доклетианская ересь заключается в том, что они сливаются двое в момент крещения. Два Христа. Ну, это страшно все интересно. Но, обратите внимание, в любом случае, это все порождение буквализма. Это порождение обсуждения некоторых исторических реалий. Как же такое могло быть, что человек родился сразу в двух местах, и что он был одновременно богом, и так далее, и тому подобное. И вот тут возникают тертулиановские веры, потому что абсурдно. Но это все аберрации, когда мы категорически требуем исторической данности, а не слушаем и не пытаемся понять ткань того мифа, который мы знаем. не пытаемся понять его поэзию, его музыку, не пытаемся приложить каким-то вот современным реалиям того, что мы с вами пытаемся называть любовью. Какие трудности возникли во время упражнения и возникли? Или все просто было легко и просто? Ну? Вот обратите внимание, я хочу сказать, что вообще говоря, тут мы говорили о том, что человеческую любовь, в том числе к Богу, к себе, нужно учиться осознавать. Это как бы само не дается по той простой причине, что существует эго, индивидуальность, без которой невозможно любить. Если мы не учимся этого осознавать, то мы не умеем, правда, не умеем, вообще думать о другом человеке. Мы думаем все время о различиях. Там, я не знаю, это девушка перекрашенная, это слишком скромная, это слишком яркая, этот мужик слишком медленно говорит, этот слишком умный, этот слишком кривой. Я сейчас не о крайностях, я о том, что мы умеем задумываться о внешних, и в том числе внутренних признаках, мировоззрениях, взглядах, теориях, которые нас отличают. Что такое думать о человеке, мы не понимаем. А на самом деле, вот если вы что-то почувствовали в этом элементарном, даже не упражнении, но просто ощущении, да, что нужно сделать-то, чтобы для того, чтобы человека понять, как это вообще можно человека понять. Это как? Почувствовать, понять. Что такое слушать его? Наверное, представить себя на его месте, точнее всего. Во-первых, нужно его представить внутри себя. Правда? То есть совершить первый элементарный акт любви. Представить его, гада такого, внутри себя любимой. Не обязательно в области сердца, хотя бы в области воображения. Представить себе его и подумать, чего он может переживать, чувствовать, как называется эта задача. Проявить эмпатию, да? То есть попробовать, почувствовать, что этот человек в этот момент может переживать. как это сделать-то? Как это сделать-то? А дальше создавая вот эту партиципацию. Я в тебе, а ты во мне. Мы сами невольно как-то так пытаемся поставить тело, чтобы это положение тела было похоже на положение тела того человека, которое мы пытаемся почувствовать. Мы пытаемся внутри себя представить, что бы я чувствовал, если бы я вот так скукоженный сидел. Да? Что бы я чувствовал, если бы я так ходил, вот так сидел, был так одет, так двигался? Это упражнение сразу не получается, но удивительным образом получается быстро. Обратите внимание, все эти процессы, в том числе, я могу дальше их продолжать, они на этом не останавливаются, но все эти процессы протекают внутри. Это не некий сигнал, который я ловлю, там, не знаю, с руки, например. С руки можно получить какие-то сигналы, в основном напряженность, температура, дрожание. Но я другого человека пытаюсь нащупать внутри себя, вот как любимый уезжает куда-то в дальнюю поездку, а я сижу и его внутри себя пытаюсь нащупать. Когда я пытаюсь другого человека понять, я делаю то же самое. я его не с помощью вот какой-то радиолокации ловлю. Я его внутри себя нахожу, внутри своего опыта. И выясняется поразительная вещь, что если я немножко, совсем чуть-чуть тренируюсь и учусь это делать, то происходит две вещи. Первое. Я могу понять и почувствовать почти телепатически. Ну, почти. И не всегда это так легко, как я сейчас рассказываю. Почти любого человека. Даже рецидивиста. Я не говорю, что люди на то и люди. Я не говорю, что это чувство. Как только человек начинает чувствовать, что он чувствует другого безошибочно, так это сразу захлопывает канал восприятия, потому что гордыня возникает, эго перекрывает сразу этот момент. Поэтому мы на самом деле все время как-то вот так чувствуем другого. Вот через это не вот здесь, как мы стояли в круг, а где-то вот здесь, вот здесь, не хочу туда, к центру, да, вот где-то здесь в области этого единого, что у нас общее. И поэтому я всегда говорю, что, господа, никакой телепатии, никакой телепатии в этом смысле не существует. В смысле нету или не имеют значения, как некие радиоволны, которые вот здесь, вот здесь, да, через пространство передаются. Мы способны чувствовать друг друга, понимать друг друга, то есть любить друг друга. Через вот это самое единство, потому что мы очень, грубо говоря, органы одного и того же тела или лучи одного и того же солнца по Соловьёву. Нет, какие, я же при этом не отрицаю неких физических параметров, возможность каких-то излучений. не отрицать. Нет, не отрицать. с вами. Ты отпускаешь себе этого человека, да? Ты осень не попал. Что? Что он сделал? Ну, он попал. А что надо было, отделаться? СМЕХ Это большой вопрос, да. Что тут интересный принцип? Он на чем основан? Принцип жертвы той самой. Вообще, я вам хочу сказать... Первое. Он не попал внутрь, там внутри все есть. Второе. Ни от кого не надо избавляться, потому что избавиться невозможно. Человек вообще не может ничего забыть. А что надо для этого сделать? Если уж вы хотите уменьшить... Слушатели мои должны... Это легко сказать, переключиться. Сижу и думаю, переключиться. А в голове у меня блондинка. Переключусь. Нифига. Что там, рубильником крутить или что делать? Во, это тоже метод. Клин клином, я понимаю. Гомеопатия. Маленькой дозе. Я хочу сказать, что... К сожалению, только один способ существует. Все наоборот. Это ощущение надо перегреть. Я всегда говорю, пишу, объясняю. Одно и то же. Каждый день с 18 до 19 часов я думаю про блондинку. Да. Ну, я же не знаю, кто к вам попал. А я про что, а я про блондинку. Я хочу сказать, что смысл идей какой? Любое слишком сильное ощущение, переживание. Это переживание, не пережитое до конца. Это переживание, в которое для нас по-прежнему значимо. А мы не понимаем, в чем это значимость. Поэтому я это широко называю принципом лупы. Нужно к этому переживанию поднести лупы. Я вот... Вот я лупу мысленную. И один час я представляю себе. Ногти на ноге. Волосок на пятке. Запах. Итак, настолько подробно, насколько я могу енту блондинку вспомнить. Если я днем хожу по улицам, а у меня в голове блондинка, то я говорю себе, погоди, перейди дорогу спокойно в 18.00. Целый час, сплошная блондинка. Все будет хорошо. И как ни странно, это получается. А в общем, если попробуете, поймете, что крайне высокоэффективный метод. И при этом, ну только она, конечно, из памяти не пропадет. Но останется что? Как правило, по большей части, что западает в душу-то? Ведь не блондинка же, а что? Чего мне так эта блондинка в душ-то запала? Что она сказала? А пошел ты, дед? Как бы это, что-то такое. Как бы и правильно сказала, надо сказать. А я обиделся. Чаще всего ведь так блондины западают в душу, когда что-то с ними не так. И вот когда ты это дело прорабатываешь, то что остается? Образ-то все равно остается. Любовь остается. А обиды уходят. Напряженный аффект уходит. Потому что я его полностью, за это время, что я буду себе блондинку представлять, я его полностью проговорю. Застревает в голове недопережитое, недодуманное, недолюбленное. Про то, что про человека, которого мы любим, как про Бога. Мы никогда же в жизни не скажем, он у меня в голове, гад, застрял. Ну, не скажем, правда? Поскольку это сосуществование, это часть некоторого единства. Потому что к этому самому единству, вот к этому мы прорываемся или очень сложным аскетическим путем, или с помощью любви, то есть в строгом смысле этого слова для обычного человека, который на совещании собирается посвящать вот этому самому прорыву к нирване или к фаворскому свету всю жизнь. Другого-то пути нет. Ну, или, да, если благодать сойдет по его выбору, не по нашему. И более того, вот всегда говорят, вам кажется, что когда мы говорим о любви, я имею в виду некоторое слюнтяйство. А ведь на самом деле, вот обратите внимание, большинство этого делать никогда не будет. Но если человек – правда, учится думать о другом, просто как упражнение, пытается вот эту эмпатию тренировать, вот ту, о которой мы говорили, не неровности руками, то что происходит-то? Человек, которого он пытается почувствовать, почти неминуемо, если это не делается как-то уж слишком демонстративно, да, как карикатура, начинает ощущать симпатию. А симпатия – это куда более страшное оружие, чем антипатия. Куда более эффективное, куда более действенное. С помощью симпатии можно горы свернуть. А пробить их можно далеко не всегда, эти самые горы. Как это чувство? Я всегда очень люблю. Это чувство, если уйти, хотя это чувство сугубо и глубоко христианское. И, конечно, протестантский, правда, но убежденный такой протестант, по имени Ридьерд Киплинг описал это чувство. Словами Маугли, моими любимыми. Мы с тобой одной крови, ты и я. Пантеры, удавы, медведи, любой агрессор. Мгновенно берет перемирие. И всем известно, чем больше ты отталкиваешь, демонстрируешь агрессию, тем меньше тебя слушается человек. Ну, если, конечно, не вынужден это делать. Как человеку можно показать мы с тобой одной крови, ты и я? Ну, только попробовав его поднять, найти общее, правда? Отказаться от поиска различий. Почему нельзя говорить безусловно? Почему за это человек подлежит геи неогненной? Ну, с одной стороны, это суд, да? Он последует дальше. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какую меру вы мерите, такую и вам будут мерить. Это вообще известно. Но почему такая страшная казнь моим коллегам? Это потому что это характеристика фактически божественного ума. Если мы говорим про одного, что он безумный, мы так характеризуем все это единство. Разве нет? Раб понадлежит гражданскому суду в нашем понимании. А если ты говоришь другому, что ты мой слуга, то ты просто как бы нарушаешь работу системы, да? Ну, один палец не может быть рабом другого. А если ты говоришь безумный, ты как бы отрицаешь вот эту вот всеобщность. нет, смотрите. Я просто хочу обратить ваше внимание к любому суду. Совершенно точно. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что вот это вот вот этот вот слуга и вот этот вот безумный спаситель выделяет отдельно, да? Как два таких особых обвинений. Поскольку безумный сразу отрицает весь промысел Божий и все существование единства, а рока, ну, там, в нашем понимании подчиненный, слуга, да, мелкий человек, шестерка, вот, лишает систему принципу любви. Сбивает ее, потому что пытается определить неравенство. Хватит на сегодня. Как считаете? Хватит на сегодня.